Футбольная команда «Крылья мечты» состоит из особенных игроков. Это ребята с ментальными нарушениями. Они уже сменили не одну площадку в поисках своего стадиона. Начинали играть на песчаном поле с камнями. Теперь свои тренировки команда будет проводить на новом изумрудном газоне у 139-й школы. Тренер команды уже заметил – ребята занимаются с огромным удовольствием. Когда новая хорошая зеленая травка, они выходят, и у них сразу глаза загораются. То есть они сразу щупают траву, быстрее поиграть, по мячику покатать. То есть даже без слов понятно, что им все понравилось. На футбольном поле размером 20 на 40 метров уложили современный 4-сантиметровый искусственный газон с резиновой крошкой. Он соответствует всем стандартам ФИФА. На такой же траве проводят международные соревнования. Поле окружено забором, который не позволит улетать мячам. Установлены 4 мачты освещения. Гарантия на площадку 5 лет, но при должном уходе поле прослужит гораздо дольше. За газоном иногда нужно следить, то есть подсывать вовремя крошку, чтобы не вытапливалась она, чтобы борс не ломался. Тогда она прослужит. Аналогичную площадку закончили возводить и у 53-й Самарской школы. Теперь здесь будут проходить уроки физкультуры и тренировки местных детей. Директор школы говорит, что сами жители уже интересуются, когда можно будет опробовать газон. Это долгожданный подарок как для учеников нашей школы, так и для жителей микрорайона. Площадки построили в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. У нас чемпионат мира прошел, требования и желания появилось очень много, и в связи с этим как раз вот такие проекты мы стали реализовывать, в том числе и в городских округах. В этом году в Самарской области предусмотрено строительство 22 спортивных площадок разных форматов. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.